МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дальше предстоит путь становления, укрепления, нарабатывания себе стажа, опыта. Вручение дипломов выпускникам ДЭКа. За нарушение запрета установленных правилами влечёт предупреждение переналожение административного штрафа на граждан в размере от 100 до 1500 рублей. Городские власти заботятся о жителях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Творческий вечер Дмитрия Попова. А теперь об этих и других событиях подробнее. Социальный проект «Старшее поколение» набирает обороты в Десногорске. Он предусматривает встречи ветеранов предприятий, стройки, образования, культуры, спорта и просто неработающих пенсионеров с молодыми работниками. Вспомнить, как развивался город, обсудить наболевшие вопросы 29 июня в Доме детского творчества за столиками с чаем собрались несколько поколений педагогов дошкольного образования. На встречу воспитателей пришли глава муниципального образования города Десногорск, его заместитель, представители комитета по образованию и Смоленской АЭС. Мы готовы с удовольствием выслушать сегодня какие-то ваши истории, потому что жизнь, она вообще интересная, а жизнь, насыщенная работой с детьми, она интересна ежедневно. И можно писать огромные библиотеки только на основании истории трудовой тех, кто здесь присутствует. Поэтому с удовольствием, конечно, готовы сегодня пообщаться, поделиться друг с другом, тёплыми воспоминаниями, возможно, какими-то чаяниями, ожиданиями. Рад вас всех приветствовать. Каждый вспоминал, как приехал в наш город, каким он был тогда. И, конечно, первый детский сад в вагончике на ПДУ. В Десногорск мы приехали в 1975 году. Весной, в апреле я уже начала работать на ПДУ. Пять лет вместе с Раисой Андреевной Шилиной мы там работали. И, как вспомнила, раскладушки. И 42-48 детей в одной группе. В основном делились жизненным опытом, ведь работа с детьми – это всегда увлекательно. Первый методист Десногорска по дошкольному образованию Алла Мосягина принесла свой фотоархив. Этими фотографиями она напомнила всем, как жили в то время, как работали. Вспомнили, какие все вместе решали проблемы. Обсудили, какую работу молодые коллеги ведут сейчас. По опыту нынешнего моего учебного года делаю вывод, что недостаточно в этом плане именно работа по проведению подготовки руки, формирование психических познавательных процессов, внимание, память, мышление и, конечно же, развитие творческих способностей. Все радовались встрече. Очень приятно было встретиться со своими старыми друзьями, знакомыми, вспомнить прежнюю работу, как мы работали, как начинали и какие изменения произошли в жизни наших детских садов. Идея проекта «Старшее поколение» понравилась всем участникам, а это говорит о том, что в городе зародилась новая традиция. Смоленская область вошла в пятерку городов с самым дорогим бензином, оказавшись на четвертом месте в Центральном федеральном округе. Средняя цена на бензин марки 92 составляет 34 рубля 59 копеек за литр. 95-й – 37 рублей 74 копейки. А на дизель ценник поднимается до отметки 34 рубля 78 копеек. Бывая в Калужской, в Московской области, в Рязанской, в принципе, даже в Московской области во многих местах бензин дешевле, чем у нас. Дорого, конечно, тем более пенсионеру, дороговито. Приходится и в другой раз подумаешь, поехать или не поехать. Вот раньше я мог до Смоленска доехать, рублей за 700, сейчас 1000-1200. По данным Росстата, самое дорогое топливо во Владимире – в среднем 35 рублей за литр. Затем идут Москва и Воронеж. А самый дешевый бензин оказался в Ярославле. 92-й стоит 32 рубля 88 копеек за литр. Выпускники Десногорского энергетического колледжа получили дипломы. Подробнее в нашем следующем сюжете. В актовом зале колледжа царила праздничная атмосфера. Нарядные и взволнованные выпускники. Строгие и чуткие педагоги-наставники. В этом году 75 выпускников получили дипломы об окончании колледжа. Большим удовольствием сегодня хочу присоединиться к вашему большому празднику. К празднику завершения обучения и выхода в жизнь состоявшимся зрелым обученным специалистам. Дальше предстоит путь становления и укрепления. Нарабатывание себе стажа, опыта, званий. Красные дипломы вручены выпускницам 409-й группы Кристине Марченковой и Юлии Репиной, получившие специальность технология продукции общественного питания. Илья Лавринович, Данила Ермаков, Анастасия Шумилина, Николай Харитоненков и Константин Майоров выпускники по специальности техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования. 40 молодых полицейских Смоленска приняли присягу. Церемония прошла на площадке перед мемориалом солдатам правопорядка, павшим при исполнении служебного долга. Клятву на верность произнесли выпускники Центра профессиональной подготовки регионального управления МВД. После принятия присяги участники мероприятия возложили цветы к вечному огню мемориала. В Смоленске на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое прошло под председательством губернатора Алексея Островского, стало известно, что в 2016 году на территории области выявлено всего три преступления экстремистской направленности. Считается, что наиболее подвержены влиянию экстремизма и терроризма студенты. В связи с этим в учебных заведениях области проводятся профилактические мероприятия. С 1 июля в России вводят новые полисы ОСАГО, но спешите менять действующие бумаги не нужно. Правительством предусмотрен переходный период до 1 октября, когда одновременно будут продавать как старые, так и новые полисы обязательные автогражданки. Новый полис защищен от подделок повышенными степенями защиты. С 1 октября их начнут выдавать всем в обязательном порядке. Полисы старого образца будут действительны до окончания срока их действия. В жаркую, сухую погоду приятно провести время у воды. Городской пляж оборудован всем необходимым для безопасного отдыха. Но многие, особенно приезжие люди, отдыхают в местах, не предназначенных для купания, что может угрожать их жизни и здоровью. Глава муниципального образования город Десногорск Вячеслав Сидунков инициировал акцию по предупреждению несчастных случаев на воде и лесных пожаров прямо на местах отдыха. Запрещается купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки, подплывать к плавсредствам, прыгать с несприспособленных для этих целей сооружений в воду, загрязнять и засорять водоемы и берега, купаться в состоянии алкогольного опьянения. Комиссии КЧС было принято решение об усилении оперативных групп, которые у нас будут проходить по прибрежной полосе, а также доведению информации с плавсредств и доведением информации через громкоговорящую связь. Эти мероприятия проводятся на городском пляже, на прибрежных территориях дачных участков, санатория-профилактория, где бывает очень много отдыхающих из соседних регионов. Областная служба ГИМС ведет постоянное наблюдение за соответствием мест отдыха, нормам безопасности, заботясь о людях. Жара, люди лезут в любую копанку купаться, где нет спасателей, где места не оборудованы, не зная мест, понимаете. Много у нас есть таких мест, где небольшие озера, деревья падают, коряги. Человек полез, залез даже по колени, попал между двух деревьев, все, достаточно. Сотрудничество администрации Десногорска, специалистов МЧС и ГИМС продолжится в течение всего пожароопасного и купального сезона. Владимир Мамедов обратился к общественности с просьбой помочь навести порядок на площади перед бюстом Бориса Ревы. Воспитанники из трудового лагеря «Космос» из второй школы под руководством учителя географии Елены Макаровой поддержали идею первостроителя. Дети выпололи сорняки, подмели и убрали мусор. В нашем городе живет творческий, по-настоящему увлеченный фотограф-любитель Дмитрий Михайлович Попов. Его можно встретить на различных мероприятиях. В выставочном зале Историко-Крывеческого музея нашего города 30 июня состоялся его творческий вечер. На творческую встречу пришли близкие друзья, любители и поклонники таланта Дмитрия Михайловича. В зале царила теплая атмосфера. Он рассказал собравшимся, как увлекся фотографией. «Семьдесят первый год прошлого века. Это в седьмом классе я учился. Сейчас помню, сестра, как-то вечером я пришел поздно, говорит, ты ведь знаешь, вместо того, чтобы по подъездам отираться, купи себе фотоаппарат и фотографию. И вот с этого все и началось. Я вот заболел фотографией. И с тех пор снимаю. Снимаю все, по-всякому. Снимал везде. В школе, в училище военном, на службе, в Афганистане. Везде с собой был фотоаппарат». Дмитрий Михайлович не только фотолетописец монохромной и полихромной эпохи, но и отличный специалист, который разбирается в фототехнике. За многолетний период его творческой деятельности собран большой архив работ. В основном это фоторепортажи о важных событиях страны и нашего города, портреты людей и природы. «Его фотографии для меня сейчас во многом очень большое открытие для себя лично. Человек, который прошел такое горнило войны и остался лириком, это для меня непонятная вещь, как он мог сохранить столько тепла и добра. Своей душе и еще через фотоаппарат это чувствуется, когда он снимает вот это. Вот это меня потрясает. Сколько его не знаю, все равно он новый. Для меня лично он всегда новый». «Фотографии несут теплую энергетику, и сам он такой же теплый, светлый человек. Несмотря на трудную биографию, скажем, такую военную судьбу, он сохранил в себе свет, понимание и добро». Свой многочисленный архив наблюдений жизни города, военного прошлого, различные предметы фототехники Дмитрий Михайлович любезно передал музею в дар. Посмотреть выставку можно до 6 июля. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.